здравствуйте и благодарю кто пришел так много но я работаю археологом и у нас еще кладенько говорил кто бы на раскоп не пришел хоть один человек то обязан ему рассказать чем ты занимаешься поэтому я уже не один вас может сказать и даже много ну а сейчас вы просто вот книга презентация херменское сражение пара слов просто это событие вообще не даже нашего властного масштаба это государственное российское событие которое произошло 20 августа 1598 года но к сожалению в отличие от вытаскать похода ярмака все наверно знают да то и художественной литературы и в научной литературы и исследования археологически пытались искать там какие-то играть очень-очень много оно получилось в забвении я сам историк высшее образование и когда тысяч в 1993 году мне попалась каревеческая книга ничаева нашего крови до 30-х 50-х годов и я увидел что там есть сражение армейской у нас вот ардынский район река армень есть там было сражение не местного масштаба а окончательный разгромку чума собственно говоря все после этого кучу мы сейчас как говорит участковый сейчас искать в мангле истории и никто об этом когда я стал поднимать и спрашивать наши преподаватели и людей которые занимались истории сибири что в этом сражении мало кто знал из специалистов даже я не курю там что-то кто-то извинена но имя таким и заинтересовало первое чем заинтересовало как археолога я думаю может быть что-то осталось поле вот там то я и пока но когда таскать его потне и занялся карты наш ну сразу стало понятно что вместо сражения у нас она сейчас находится на дне морском ну такая участь постигла не только так сказать это сражение место у нас археологии когда строили газ немножко из ленинграда покопал грязного разведку сделал у нас под воду ушло 72 археологический памятник диапазон от 5000 лет до 16 века ну и русские том числе деревни уж не считаю который по затопили и поэтому конечно это территория где было сражение вот когда это дело разведку михаил петрович грязнов они в районе вот ирмении их но пичугова ну опрашивать население с такой есть еще спрашивайте курган чего находили кто-то чего люди приносят это как бы иногда ключиками является к тому где еще археологу можно по найти чуть интересны стали расспрашивать люди приносили то брыбки обрывки кольчуг находили наконечники стрел вот на поле на пичугова на армянском этом поле и он там зафиксировал несколько курганов и которые антифицирован как средневековая то есть не исключено что это были те курганы где были похоронены убитые воины кучу то есть вот такая все предыстория таска чего началось но поскольку я понял что тема такая совершенно не раскрытая и я сам работал в центре по охране столь культур наследия властной администрации меня от много лет этим стаскать занимался источники есть самое интересное что ладно вы какие-то легенды остались а бермаке меньше осталось кроме летописи да это летописи писались десятилетиями позже со слов в архивах в 1887 году об армянском сражении есть написанной докладная записка борису гудунову как это произошло представляете и она это вот и вообще как она не попала в историю историки даже профессионалы писали что попало у нас участок на сибирская ктига вышла в истории насибирска такая толстенькая лет 5 на 14 и там написано что попало даже это уже в это время областная библиотека выпускала исторические даты того расправочка было что 98 года в чисто шестолете первое упоминание вот областная библиотека печатая календарь и заменательные дат вот там только первый раз напечатали что вы такое событие да потом уже пошло пошло как бы потом стали отмечать 400 лет отмечали как то с как по получилось но все равно это заметно стало и потом подключился сибирский кадетский корпус этом крест поставили потом казачиство подключилась его частным как бы мемориал крест стоит только пичугова но она стоит на месте сражения и поташку повторюсь само сражение сейчас она находится под водой место но пока рвота рядом это совершенно рядом бор конечно армянский исчезну земля-то осталось вот это предистория ну и чтобы понять что такое армянское сражение я позволю себе немножко вернуться все-таки немножко назад ну давайте дальше немножко по листам это зависла вот тогда мышка надо все работало вроде может быть сюда мне потухло но я проверял работала на почему-то сейчас что-то заключил нет нет вот ну давайте дальше след вот просто сначала пройдемся просто по саму событию вот поскольку само событие произошло вот искать 1598 году но это конечная таскать комбинат итог многолетней борьбы русского государства на примирение кучума либо его таскать на разгром и поэтому когда 1 августа для этого специально для разгрома кучума построили город тару в омске так и наказе было для отбития и преследования кучумовских гнусников как царь написал то есть целый астар устроили строилась почти вся сибирь это больше так далее то есть борис году но поставил нормального его на грозный же умер поставил целью все-таки замерить кучума либо пригласить его всегда предлагали нормальную альтернативу признай и царство в сибири либо признай таскать и можем тебя раз ты человек пожилой уже можешь приехать там россию и жить спокойно ну как и кучум в отличие например от предыдущих-то бугинов которые вот он 1563 году убил два брата и потом с этого времени собственно начинается сибирское ханство наши посты послы различали этой бугины никогда царским не называли царем она за аку чум был царь почему он в одиннадцатом поколении потомок чингисхан только они могли царским родом таскать называться и потому вот 1 августа приехал таскать получена грамота отец 4 августа уже отряд ушел то есть они готовили заранее то все и ждали только таскать вот воли царя чтобы стянули людей поскольку здесь были и из томской старой часть и из тобольска конные так дальше тут ну и отряд вышел и вот они 15 авгуально быстро для ваттары сюда примерно 700 километров так вот до умри в ременского сражения в айков дошел за 16 дней это не по асфальту это с разведкой это с небольшими боями и так далее и вот 20 августа я почему хочу чтобы канва у вас осталось начале потом мы к ней вернемся и 20 августа он разведка донесла сначала что на убинском озере ну и потом в то что здесь он на армении вообще конечно вот то что такой видный человек как кучу это действительно сибирская ханство то не орда была эта часть была золотой орды я потом кучу царству 35 лет ему удавалось противостоять такому государству как россия это был человек довольно такой и ни разу не удалось его поймать или убить или там и не соглашался и он а то что он стоял незащищенным месте просто на берегу обе хотя и гвардия не была хорошая там охраняла но тем не менее говорит о том что все-таки власть потихоньку от не уходила они он как правило не останавливался такие ранга люди не останавливались чистом поле потому что всегда мало ли что не русские могли свои напасть просто не были же конкуренты сколько там постоянно борьба была у нас вердинском районе есть села вознесенка то напротив ее на реке ами есть большущие городище то есть рва и валы четыре системы укрепления на застан тур там жилу эндбий это подданный в таскать кучу мы так вот когда кучу кочевал его с кера того угнали здесь по при тысячу он все равно останавливался довольно неплохих крепостях ну чтобы не застали врасплох крепости во-первых там есть гарнизон слою крепости то а тут чистом поле и когда пройдя уже устал это сказать лошади это пишет все бояков в отписке еще раз подчеркну это не миф это просто докладная подробно царю борису году нову которую вообще никто ученый нигде не писали одна статья 50 года есть именно сражение большин остальное просто так упоминание ну пишет средневековую историю там кандидатскую и там было еще какое-то сражение они подошли утром рано на рассвете как и что и увидели что кучу а удалось все-таки воейкову посылая разведку настолько хорошо загрести впереди всех кто мог ему сообщить ни один человек не сообщил кучу что идет такая беда и они когда подошли уставшие были но все-таки вот тоже надо дать довольно талантливый человек мог бы там подождать и они сходу утром не надо ничего не ожидал что искать рассвет под утро все как сказать все равно как-то слабее отнимание они напали к полудню было все готово причем воейкова была задача взять кучума либо так сказать убить там если он будет сражаться до последнего но вообще-то задача убить не было просто пленить привести еще раз предложить или там россию отослать что вон там где-то жил что больше не мутил тут все себе поэтому вот все чем было скажем так серьезная и вот из 500 с лишним человек погибло больше 350 человек то есть кучу потом остались человек 30 и два сына его погибли городня довольно много кучу мы и почему в сердце сейчас обвиняет таскать воейков так жестоко зачем они 50 пленных взяли нож когда собрались уходить они пленных побоялись обвести них тоже всех просто убили 50 человек вооруженных людей это серьезная сила их тоже связанных навести то есть у меня была задача бы найти кучу моно не нашел так еще там дальше да давайте на черный колесик они работают ну 20 20 августа вот я повторяю почему рифы канала что потом я просто детально вернусь что-то там может на саму а нет вот 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 это сидит вот этот вот на секунду вот видите это вот путь от тары даби это вот такой путь маршрут воейкова довольно большой даже вот на этой карте которая схематичная 700 с лишним километров то есть это с разведкой это через реки по лесам по болотам по степям то есть это человек был действительно очень за судьбу когда сюда еще дальше давайте ну а теперь вернемся вот я вот канву как бы уловили я хочу что понять нужно понять почему именно и ременьское сражение выдаем такую важность его недооценили даже в свое время и в дореволюционной историки наши и так далее я пару слов скажу собственно говоря вот от вермака начиная то есть сибирское ханство и смотрите это еще раз повторюсь это части золотой орды это нормальная хорошая средневековая сильная построена по примеру чингисхановских таспить системе государственности сибирское ханство кучу мы когда 1563 году убил до сайт вот ты бугин в этот рот сибирский и занял сказать престол вся знать которая была она была татаска там и другие там даже вагулы они все-таки были за старых за дебугину за ты бугинский рот и кучу потребовалось 7 лет мечом приводить людей в чувство чтобы не знали что появилась новая сибирское ханство а в это время правил на престоле его брат ахмед гирей он занимался чем он привез собой проповедника мусульманский довольно много и он занимался так сказать насаждением как говорили раньше на частных не насаждением пропаганды до влияет искать и поверстывание в ислам и поэтому и надо сказать это ему удалось до кучу мы у нас вся сибирь она была там ислама практически не было то только юг а бухара там казань там и так далее вот эти все правильные там а в сибири это были язычники большей частью барабинский таван чатские татары и собственно они об исламе понятие очень мало имели а вот после этого таскать когда хроническую чуму и чат царства собственно настолько вот это все таки как прижилось ислам у сибирских народов что собственно вот это вся барабинские чатские стали всех называют татарами и татарин и мусульманин стало синоним практически то есть раньше татары чат и там это и него чем барабах это и так далее дальше давайте то есть эта часть сибирского ханства вот довольно большая ведь им такая она условная граница но начиная от тюмени и кончая это то есть это было большое средневековое государство ну народ плотность народа конечно была небольшая но тем не менее ну и это плотность конечно не помогала кучу мы собрать профессиональную армию которую можно было кормить ну как вот наших князей есть дружина там тысячи полторы остальные крестьяне работают дружина занимается чем воюет у кучу была гвардия а когда была война где-то ли они бегали носом сидел и набеги там из-за урал на пермские земли у соли хамской и так далее потом на строганов пытались чем от связан был и роман потом они собирали просто всех местных были конечно у них и профессиональные воины и вот это вся таспеть воинство шло пограбит и опять по домам дальше вот эта вот территория сибирского суда это можно пролистать этот реконструкции какие-то искать чтобы понять вот здесь вот вот если посмотрите родословно видите древо кучу мы вверху чингисхан в одиннадцатом поколении от муртаза хан это его отец и кучу то есть это прямая линия чингизиду то есть он когда завоевал сибирь и сбрасывал с престола тайбугинов он считал что это делает праведливо почему потому что рот то повыше очень визит дальше вот так примерно эта реконструкция ее копали до революции и скер и в советское время копали но к сожалению он поскольку находился на крутом берегу большая часть сыплась конечно пока пришли пока покопали хотя довольно много есть в нем материала и вот это позволило сделать реконструкцию там было и мечети все эти дальше можно ну вот примерно так это научная реконструкция но нет детальной конечно но тем не менее по результатам раскопок по описаниям выглядела на берегу паскать и ртш столица сибири довольно она что довольно была обширная ну вот я говорю повторяю что за столько времени дальше ну вот поход ермака дальше можно сказать про поход ермака скажу очень много легенд ермак никуда нигде он не ночевал нигде не наглудил ермак совершенно это уже доказано вот у меня в книге вот вот не в этой а в другое так написано я просто брал очень много материала это был сам ермак он может быть и в молодости там в рейске си нем где-то валовался вообще перед 1581 году думали что было ну он ермак пошел в сибирь там завоевал некоторые думают что вообще да еще за три года до 581 года он там где-то как говорит ошивался устроганных у купцов на самом деле 1500 документы нашлись скриннику вот исследователь восьмидесятый год что нашел документы что 1581 году ермак со своей тысячи так сказать страницы у под тысяч человек у нее было он был под могилёвым и гонял поляков степана батареи письменные данные есть долго кто был за 1581 год думаю ну вот так сказать ну в докторской написать считали что-то двойник но вы считаете что не двойник нормально если просто чтоб четко вот то что время так этим не занимать 1581 году когда там закончилась война ермак пошел на урал на реку там они встретились у него были не воровские казаки это был регулярное войско станица который приказ давал сам иван грозный наряду со своими стрельцами ну там кончилась тема казаки не стали нужны это не первый раз так когда царь приглашал там или чего-то или на них вообще вину сбрасывал что они там я не в пределах они вернулись на урал и там встретились вот именно часть атаманов которые были тот же иван кольцо они действительно воровские были как казано атаманы почему эти ребята промышляли всю жизнь промышляли казать грабили купцов там местных ногайских татар и так далее и наследили довольно много поэтому ну и когда они встретились на таскать и на урале в ермаку по-видимому строгану это где-то и они пишут что был либо максим строган предложили при пойти туда охраняя строгановское владение ну и ермак так сказать предложил и своим и этим другим хатаманом давайте не все там они пошли часть атамана со своими казаками присоединились и в после этого 1581 году под осень ермак пошел на службу строгановым и он сразу заслужился большой подсчет почему когда они подходили там уже к строгановским владением подчасовую им попались по дороге вот так случилось по дороге там облагерим вагулы они очень сильно пограбли строганов и чердынь там и с большим большим обозом награблены ушли и на тебе 450 500 в общем их хлам просто мак раскатал взял того сцы поживился что-то к строганам досталось и очень вага берем чуть ноги унес в огурский князь а это было княжество в огурской то есть страшно недоволен казаками когда они пришли 1581 году это было под осень само собой на охрану надо было как-то пристраивать и они я думаю что по всем данным скорее всего перезимовали на селинской маструшки строганов было что хорошо такая мощь под боком уже не вагулы а благодарим мог и вернуться за своим добром а тут нет такая на силу это недалеко от часовых там орлагородка где основные вотчины были строгановские они зазимовали за зиму казаки чтоб я думаю не сидели в таскать дурю не маялись они мало того что очень хорошо в низкое походу сделали на вагулов во первых воинскую ослабили ну само собой не без собственного интереса взяли что там можно было и провианта и оружие кое-какое но вагула они не сказать чтобы там сильно бы я думаю что они сюда пришли строганов строганов с оружием потому что кто не знает казачьей истории тут муха знает так сказать вообще историю вот завоевание сибири казаки он мог быть в одних шортах ли как рвана штанах ну оружие у него могло быть все в серебре фурика печь какая когда спрашивали отчеты вот так весь вробил сзади оружие это тебя есть это и вот хочешь босяк так вот есть оружие остальное будет так что у них я думаю оружие было и они вот у строганов и перезимовали на силу и вот многие историки не вроде внимание обращают на что они кормились хлебом максима строганова а максим строган это он был на силу матрушки и ранней весной они так сказать пришли опять в орел городок это основной был но часовые а в это время кучун послал свои лучшие войска во главе с сыном аллеем через урал грабить перь они хотели сначала чусовские с роганов пограбить но поскольку здесь время коврина пришел это не удалось и они обижены перевалили через урал и пошли грабить там дальше пермский край этим сам ермак естественно не мог никуда уйти по одной простой причине что можно пришел на мясо охранять строганов и назад когда вот эти неизвестно где не пройдут может они и сюда вернуться еще может мало добычи покажется и они до осени охраняли строгановское владение но когда выяснилось что так сказать они там еще за пределами ушли за урал и там еще долго остаются вот здесь это по летописям записанным митрополитом киприянов казаки собрались и решили совершенно казачье решение раз основные силы лучше хана кучу мы где-то воюют за уралом они налететь ли нам на самом сибирское ханство на столице пока там мы успеем туда и обратно и при поживимся и там таска страху наведем и они решили и вот уже в сентябре представляете паду зиму можно сказать этот поход состоялся ну и потом коротко что было понятно что дальше давайте взяли у строгановых провиант пушки порох скорее всего у строганов и сами делали порох им царь разрешил но то что они дали 300 человек своих людей это миф по одной простой причине на всех строганных вотчинах вообще всего народу около 3000 будет дешево то есть ермак шелсовным дали может кого-то там десятка полтора-два может проводников каких-то шел своими силами но вот забрал довольно много у них почему и с собой может это было он же без пополнения боезапаса воевал два года то значит взяли строганов все-таки прилично дальше просто вот они вну дальше перетащили то все через были хорошо вооружены вот этот внизу вот эта пушица называется сорока это многозарядная 8 стволов сразу могли вот когда конница идет заряжали сразу учителем провели эту конницу от срезала таскать как пулеметом дальше но все пришло ставь ну это вот кстати неизвестная картина довольно это вот есть же васнецовская она все помнят да это вот другого автора вот они на чувашском вы встретились так сказать с кучумом кучум до последнего не веял что он вы штурмовать почему потому что у него была мысль и это потом отмечали не раз исследователи что ее послал царь а поскольку аллеи громит там перь скоро царь зовет их и все и не дойдет до эскера того не догадался что ермаку было до царя просто не до них не по делу что называется ну да он сам это был нормальный казачий поход он ничем не выбивается как персов громили черное море тогда нормальный казачья психология дальше ну и вот ну и когда все это завоевали это коротенько послали опять же не ван кольцо то никто них не ездил ездил черкас александров и сын сазонов сын атамана болдыре это известно по одной простой причине они сделали казаки когда ну в гусь у нас обратно же возвращались да и вообще делали вклады в монастыри на напоминание вдруг погиб они были записаны что вот это малость почему и в кольцо не мог он воровской этом он был а черкас александров нет победим с этим потому что все-таки не рискнули ну это вот гибели мака опять же из 108 человек которые погибли на вагае смысле пошли вот и после этого погиб эрмак высвобождать там бухарский караван где-то писала всех один прибежал какой-то казаки уснули всех перерезали один убежал сказал такая беда это тоже неправда по одной простой причине из 108 человек которые были с сербаком вот они ходили встречать караван и даже потому в некоторые городки забоевали погибло всего девять человек включая ермака остальные спаслись то есть по видео до последнего прикрывал тех кто отступал ну вот близкие его погибли и он сам дальше ну после этого 1500 тем шагом тюменский острог это тюмень современные построили дальше ну и рядом чтобы кучу не вернулся кстати в эскер чтобы это сказать как-то контролировать эту территорию в центре по сути дела сибирского ханства построили тобольск дальше мы начнем ну и кучу ушел при тышке степи вот здесь вот омская область уладача даже казахстану и вот с 1582 года когда вот сбили с куреня как называли это ну с курень это дом называется кучу мы он практически них лет десять вообще не было услышно ну не нападал не беспокоил они конечно кучу мы периодически нападали видно было что но сам кучу собирал силы и поэтому здесь уже 1593 году 590 он уже стал себе давать он стал что единственное что сделал нападать на те улусы татарские которые присягнули на верность русскому государству грабить их кто не соглашался убивать и сложила даже такая ситуация вот по прертише везде что и кучу мы платили русским платили двоиданцы то что боялись ну что поубивать это конечно смелость власть борис годунов иван грозный умер и вот 1594 году это как раз после смеет это году на 4 тару построили именно там это вот перертише омская область тару построили чтобы добить кучу мы дальше ну это вот чертеж тары вот наказ бориса годного чтоб град тарской служил недолимой твердыней от всяких кучу маски гнусников то есть приказ совершенно ясный построили довольно быстро течение года или полтора потому что строили очень много людей около 3000 того очень много их всех строителей из табольска из томска из других мест сюда привезли и местных нанимали и построили довольно быстро до город тарский построили как город вот у нас есть только табольский город не острожек и потом вырос а именно как город дальше ну вот 595 году федор елецкий ему дала четкое указание бориса кучу это самая бориса гудунова решить проблему с кучу дашь но и она надо сказать активно и занялся вот там вверху видите тут просто их не выделено тунус да вот ссылочки тунус 595 году пришла извести что кучу там в укрепленном городке в тунусе туда пришли вот федор елецкий в 500 человек почти взяли тунус сожгли но кучу мы там не нашли дальше появился вторая информация что в черном городке тоже кучу появился там и так сказать собирается там в ктаре там на бунтовать и так сказать татар которые там были недалеко опять же борис дамажиров это по заданию елецкого взял это черный городок но кучу опять ушел дальше но протонус единственно скажу у нас есть такой исследователи татауров омский он этот осторожек татарский раскопал и там выяснилось что так и есть они отбивались настолько до последнего татары что вот стрелы находили быстро расстреляли запас костяных стрел быстро строгали кости которым находили из них стреляли они когда все собрали и на высу на одном на татарском кладбище нашли 27 погребений этого времени где в на некоторых рубленые колотой раны либо в таскать и дугу застряли стрелы то есть это совершенно реальное событие проходило ну и вот 1598 году ближе к этому ты из той же тары поскольку где это был форпост с которого таскать был все-таки нужно было таскать покончить с кучом уже вышел в отряд я вот уже вам канву нарисовал там впереди вышел отряд андрея матвеевича воейкова немножко воейкове хотя у нее были казаки довольно много казаков и самое интересное в отряде воейков было восемь казаков которые воевались армаком вот черкас александров в третях жареный так они уже были не рядовыми не командовали там по его подразделениями то есть эти ребята завершали начатое дело своим атамана это очень символично было конечно дальше ну и 1 августа вышел пришел приказ 4 они уже вышли дальше можно ну вот дать вот это просто картинка чтобы но это уже вы видели то есть они прошли до ирмении за 16 дней 700 километров это вот схема вот видите вот это там написано граница сибирского ханства видите да почему на вот так вот а здесь не калмыки там белая почему потому что от начиная от левого берега нашего где кривощоку потом было новосибирской весь алтай занимали телеву ты и белые калмыки и кучу с ними как-то не очень задирался в душу мощное было государство но ирмень и вот часть левая наша колыванский район вот чатский городок где написано томская это все чатские татары были это все было владение кучу мы сибирского ханства вот эта сторона вся на алтай от право белый левобережья нашей прям пошла по реке граница это все было так сказать калмыками занято телевутами вот кучу мы на своей земле как бы остановился у него здесь сеяли хлеб татары вообще кочевые народа не хлеб практически не едят но они пользуются таким крупного помола мукой ну как бы если он возит с собой они что делают они с него делают такую болтанку похлебку или еще круче делают когда заводные лошади берут несколько количество крови болтают вот эту штуку это энергетически потрясающе напиток для них непривычный но тем не менее и все равно это пекли что-то вот у нее здесь чатские татары сеяли хлеб для кучумы и он здесь остановился у них дальше ну вот это место сражения вот где серым ведь и место сражения это это все границы обского водохранилища то есть место сражения сервенским бором с деревенскими с цели сейчас вверх и рмень не затоплена она перенеслась то есть это все было затоплено и сражение было на берегу правый берег был там янский бор был а левой более-менее такой где можно было таскать и остановиться все-таки их было 500 с лишним человек вместе со скарбом семьями и поэтому 500 только ухар воина была дальше это может так сказать рестрации неожиданно напали вот эта картина настоящая эта картина коррозина художника депрессионного который она так и называется армянское сражение он две нарисовал картины 1 армянское сражение 2 потом увидите так сказать привоз кучу мучу москву это настоящая картина которую так вот видел большой об ской яр вот падают лошади там дальше если видно видите это лодочки кто-то убегает это тоже совершенно скорее всего читал отписку воей кого татары по тарийского поняли что нет разбить не удастся воей кого часть дальше часть решила переправиться на то на следующий на но через об караканский бор там как раз вот караканский вон напротив но им и отчасти через ирмень в ирмянский бонус спрятаться в лесу вот ни тем ни другим не удалось это 150 человек их просто перестреляли в воде и может кто-то ушел там единицы но и дальше вот так вот типа иллюстрации да еще дальше надо быть видать дальше дальше это просто так что и дальше еще это тоже к картину вот из 500 это может пока ставить из 500 человек 350 ли прям на поле и вот я говорю когда кучу но кучу пока сражались люди в его кучу на лодке с несколькими своими людьми уплыл и опять не поймали вот он писал видите плавая по обе и за обе реку и рисками нигде не мог на деку чума дальше ну и второе тоже поскольку мы сидим за городе новосибирске по всем там точно сказать что да вот это так и бесповоротно но куча косвенных данных говорит о чем что последнее пристанище кучу было все-таки у нас здесь новосибирске на чертом городище рядом суде октябрьский метро октябрьская почему потому что когда два дня поплавали поискали кучу вы не нашли но там понятие в свалке кто-то убили кто-то тонул и так далее когда выяснили что кучу мы ну не могут понять а у нее приказ как он уйдет может кучу надо увести семейство то взяли начальника то нет и он дал задание у него был сид приближенный такой ну как мула то момент он дал ему задание найти кучу мы и еще раз предложить вернуться ну смысле ну что уже все нищем воевать и он один остался вернуться на перейти на службу к царю борису гудунову и вот вторая письменная второе письменное свидетельство которое это вот свидетельство тулмамеда который тоже описал воейки в своей докладной вот тулмамед нашел кучу мы трех днищих вниз по обе от побоище днищами считали не километрами днища днище примерно 26 километров вот термин и примерно вот здесь сейчас находимся мы вот ну да это это примерно 80 с лишним километров все сложить до 3 днища на берегу обе поскольку здесь на обской побережье крупнее чем чатское городище вот который называется чертова на дожила еще до революции и вот он до этого не было скорее всего кучу все-таки был я еще повторяю уже непростой человек да и охрана не осталось у меня осталось 30 человек и два сына все он нашел вот здесь еще раз предложил сдаться в на милость царя и дальше там ну и причем ответил что не ехал эту царю свою волю когда совсем здорово было теперь мне зачем вообще ехать и отказался ну и вон потом когда тул момент от него приехал они вот еще раз и говорит о том что скорее всего грязно мог видеть эти курганы он вернулся по воейку постоял и ушел почему потому что калмыки 5000 стояли неизвестно с какой целью там телеуты могли а у него осталось то 400 человек может 300 и он в том момент от осталось сам ушел назад в тару и когда тул момент потом приехал выяснился какая ситуация вот он предложил тул момент кучу мы кучу мы отказался идти на службу царю и она они потом что моментом ездили назад туда таскать на побоище на это и кучу два дня хоронил своих воинов потом опять вернулся сюда и попросил у нас только вот убежал ни в чем что попросил шубу коня там кашбухты здесь местный чатский был бурза такой сильный от томска до этого чатской города был мощный такой же как у нас чертовгородище даже может еще посильнее воронительная система была ну кашбухты и собирался сам приехать я думаю где-то в пределах чатский городок и у нас индифицирует где-то в районе колыванского района там где-то поэтому остался хотел приехать так сказать сам повидать кучу мы но кучу очень осторожным политиком зная что все уже политическая власть кончится отчаткой татары и вот так себе признавали как только чего не стало не сосказать 300 человек знаете сразу перешло на службу к россии сказать ну был кучу мы начальник теперь другой на то что то есть и он понял что они совсем такие верные к товарищи и он не дожидаясь пока подойдет таскать вы подъедет кашбухты со своими подарками он ушел и вот после этого уже все то есть если до этого нас отписка вае говорит четко где еще как ну а почему ну кроме того что там не напишет он сидел на чертов городище к этому я пришел почему по данным спортом во первых расстояние вниз по обе такое то что все таки он не мог сидеть чистом поле как там потому что там же охрана хоть было и второе когда участник бросилась воду и там поубивали их таскать в воде около 50 человек оторвались от этой толпы все которые воевала и поскакали сюда в сторону новосибирска и их вот казаки в районе их нижних чему где сейчас об с нагнали и общем посекли если бы они не знали они же не могли отдельно бежать другую сторону куда поехал царь кучун скорее всего не знали где он может находиться и шли на помощь но не дошли поскольку казаки их нагнали всех поубивали и кучун остался ни с чем вот после этого говорят что летопись говорит и неизвестно то есть это куча легенд но вот и одни из азиатских таскать источника говорят что он ушел на гайскую орду ну и там не вовремя каких-то лошадей себе взял без просто его нога и убили но в 601 году точно закончился срок правления кучу мы по одной простой причине пока не умер предыдущий таскать ну руководитель в царь например следующий вот по родне никто не заступал на трон в 601 году уже ханом хотя царство то не осталось в ханом сибирского ханства стал сын аллей то есть стало понятно что кучу мы просто уже нет живых и предыдуем претензии уже никому предъявлять не будет так что вот такое событие дальше не ставим ну и потом еще просто быстро дали приказ всех увести всю родню кучу мускую ну знатных рядовых то не возили всю родню их много было то вместе с детьми у нее жон там было только там 11 и важно счета за 70 было 35 лет правил конечно вот их вы повезли в москву дальше вот это тоже картина каразина в так как встречали этого конечно была радость почему потому что бориса годунова там то волос то что не шибко было как и ивану грозному ливонская война там постоянно тут у банки сибирское ханство так и здесь то есть встречали ну и встречали там четко написано отдельно можно читать сибирском архиве написано как их везли это отписано тоже свидетельство есть когда я ввозили лучшие люди ведь это провожали их одели всех те кормили что выходах везли там еще капризничали яйца несвежие там что-то еще в общем везли их тоже так по-царски везли два месяца туда ну и поселили всех и надо сказать практически все кучу мучи которые приехали сюда в москву все остались на службе в россии потому что их еще почему взяли думали что вдруг если там же еще остались племянники сыновья кучумовича они потом долго еще где-то лет наверное без кучума воевали еще лет десяти и то и больше вместе с калмыками с этими стереотами пытались объединиться чтоб против россии еще зачем брали на обмен вдруг черну что было как бы в заложники но кончилось тем что сибирское ханство так от иссякла этим не захотелось никому ехать и они довольно многие дворянские роды они пошли вот оттуда от кучу учили то есть у нас не что раз и посекли в кандалах там все сравнялись землей то есть очень даже уважительно относились к равны себе по как бы по рангу людям ну да что ну вот интересная вещь мне попалась и так давно 1898 году сибирском вестнике вот это вот уникальная публикация в трехсотлетию покорение сибири на ермаковской да ой публикации было большие были в питере празднества публикации и в газетах и научные какие-то там и так далее хотя в сибири здесь погулять не дали здесь они просто спели боже царях ранее все и накормили сладким гимназистов а вот в москва-питер гуляли хорошо ну и здесь получилась вот статья вот она совершенно почему я сюда включил дает совершенно правильную оценку вот тому событию когда бы саз бы небольшой но говорили ну что там на перменская как я там еще где-то когда занимался этим вот казань брали 150 тысяч было ивана грозного да там еще какие то это что 405 казаков ну смысле воей кого и 500 с лишним человек меньше тысячи ну что это за битва так но это битва поставил такую точку что после этого все здесь вот и кайф нашей кривощоково жилов с торгового пути когда тебе вот эти воли сразу потом ушли и все это все это все ушло и вот он не зря что взять и мискеры далеко не закончат покорение царства и что 500 вас следует считать окончательно покорение сибири вот это вот просто сто процентов с этим согласен действительно так и есть потому что сибирь вот нашего тата западная уже никто не мешал что называется здесь развиваться и крестьяне стали заселять и села стали появляться вот этой части они только при обе ну и в дальше там еще они листочек но это вот титульный лист отписки андрея воей кого борису году новым то есть документ ну и еще одну назад немножко верить я проще хочу там катанаев известны они еще перед этим там было оценка похода катана нет перед этим вот это катанаев это известный казачий историк такой написавший очень много по омску казачью вообще про казаков сибири в сербакаже начинается все у нас и вот здесь вот он написал что сознанием дела поскольку он сам военный написал что воейков это просто действительно был гениальный такой сказать талантливый очень военный руководитель но тут ничего удивительно нет поскольку воейков сам он очень древний потомственный дворянин рот воейкова служил россию до того как воейков разбил кучу ему 200 лет поэтому конечно они опыт вот этот по-видимому и он с людей собрал под себя и удалось все таки 700 кивер со 16 дней у нас когда ты еще в 1998 году было 400 лет пытались пройти казаки да на телегах там на всем но тем не менее это тяжело удалось хотя ехали в там по дорогам и все это просто действительно событие такое ну и подытоживаться то что время же много заняло вот это событие действительно значимое и не очень рад что сейчас она как бы общедоступны вот сейчас будет книга оцифрована и вот на пичугову поставили там огромный крест администрация там проводит периодически миссию с казачьим сообществом какие-то праздники отмечать ту дату и там происходят всякие реконструкции военные и так далее такие события забывать нельзя в одной простой причине то что там бегать и кричать дамы всех татар побили слава русским дело в том что в эту кучу мобили черкас александру команд сотни из одних татар то есть это как всегда у нас вот в россии этот уникальная вещь и иностранцев не понять поэтому здесь ну то что херменское сражение по масштабам своим при сражающей может небольшое имело большое значение для россии для сибири особенно ну и значимое для нашей области не в каждой области такая такое событие но к сожалению еще раз повторюсь до 90 годов об этом событии не знал никто практически даже профессиональной историки но сейчас вот как-то начнется может быть интерес молодежь еще что-нибудь найдет